Современные казаки. Какие они? Узнать ответ на этот вопрос в минувшие выходные смогли воспитанники детского лагеря «Игнатовский» и гости, заглянувшие в Фурмановский район. В идеале настоящий казак должен быть в отличной физической форме и вытворять, казалось бы, невозможные вещи. Вставай, вставай, вставай! Браво, руку! Браво! Люба! Люба! Уральская вертушка, соскоки, перепрыжки, перевороты на шею. Как говорят старики, сейчас мало кто способен выполнять такое. Большинство нынешних казаков, к сожалению, находятся на этапе начального общения с лошадью. А еще несколько веков назад от того, насколько уверенно воин держался в седле, зависела жизнь. Ярким примером тому трюк «Казачий обрыв». У казаков это называлось мертвый всадник. То есть, как будто он подстрелен и вот уже все. А он вдруг оживает и наносит ответный удар. Вячеслав Левашов утверждает, мало родиться казаком, им нужно стать. И неважно, какой при этом ты национальности. Это должен быть воин, защитник отечества, который в состоянии держать оружие в руках. Казак без шашки – не казак. А за хорошее оружие иной воин не пожалеет 200 тысяч. Эту шашку Вячеслав Левашов делал оружейник из Тулы. Шашки не бывают разных разновидностей. Допустим, это терская, есть строевые, есть баклановские. Шашек очень много. И каждая шашка предназначена для определенного вида. Если, допустим, строевая, строевой, вот такие фокусы с бутылкой, очень сложно проделывать, так как у нее угол заточки совершенно другой. Зато ей очень хорошо лубить лозу. Стать казаком уже можно в четырехлетнем возрасте. Для Луки это осознанный выбор. С того момента, как в детских руках оказывается оружие, мальчик становится защитником семьи. За его духовную жизнь теперь будет отвечать крестный. Данное мероприятие, наверное, мало кому понятно по той причине, что оно редко происходило за последние, там, практически сто лет. Но фактически, если мы небольшие хотя бы аналлые истории поднимем, то мы поймем, что это происходило с 16 века. Это наше желание, это осознанно. Вот. И сын в казаке был передан осознанно. Наша задача – воспитать наших детей в православии, в единстве, в защите церкви, в защите государственности, что, собственно, мы и делаем. Ну а какой же праздник без вкусного угощения? В этот день всех ждал наваристый бульон из баранины и картошка. Когда на огне готовится мясо, именно на огне, оно как-то, мне кажется, вкуснее получается, заряжается что ли огнем или что-то, как-то вот так вот. Когда на сковородке уже не то. Алиса Новикова уверяет, что ее папа готовит лучше всех и с удовольствием ему помогает, когда нужно. А пока нет никаких дел, не против заняться чем-нибудь интересным. На этом празднике ей очень нравится. Мы сначала тут катались на лошадках все. Потом был гимн России, подняли флаг. Там еще много детей, тут лагерь. Вот, я сюда попала из-за папы. У меня папа казак. Я умею помогать папе готовить, умею еще из лука стрелять и кататься на лошадях. Казак – это прежде всего состояние души, уверенные участники мероприятия. Важно ощущать себя таковым, а что думают об этом другие, совершенно не имеет значения. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Фурмановский район.